Уважаемые коллеги, на всех нас произвело незладимое впечатление проведения парада 9 мая на Красной площади и шести бессмертного полка, который прокатился по всей стране, защищая нашу общую победу, наше достоинство и наше будущее. Но хочу вам напомнить, что это поколение, которое одержало победу, воспитывалось в советской школе, оно прошло пионерские отряды и комсомольские дружины, оно сумело справиться с вызовами самых злобных сил на планете фашизма. И сегодня 95-я годовщина со дня рождения пионерской организации. Поздравляю всех вас с этой прекрасной датой и думаю, вы вспомните свое счастливое детство. Аплодисменты. Если возвращаться к американской теме, то у меня есть возможность вас познакомить с рядом документов, которые были добыты в свое время советской разведкой из американских сейфов, которые я представлял на Конституционном суде, когда защищал право рабочего человека иметь свою партию, в том числе и в английском варианте с соответствующим печатями и штампами. Я не знаю, сохранились ли они в Конституционном суде, но сегодня ситуация мне напоминает Карибский кризис, когда Джон Кеннеди принял историческое решение. Он после того, как в воздухе запахло большой ядерной войной, и американцы поняли, что им нет сидеться за двумя океанами, он собрал узкую группу специалистов у себя в кабинете и сказал, «Воевать с СССР старыми методами не можем, даже не поможет нам и ядерное оружие, но и согласиться с тем, что эта страна развивается такими темпами и становится примером для всего человечества не можем». Это наш главный конкурент. Найдите способы уничтожения этой страны не военными, а обычными традиционными способами. К слову сказать, я когда знакомился с этим документом, был поражен и всего содержал две страницы. Концепция разрушения СССР качественно новыми способами. Слушайтесь в несколько строк этого документа. Первое. Мы обязаны доказать доверчивым советским людям, что они живут в стране, в которой выгодно развестись, где разорвут все основные связи и будут тонуть тогда по одиночке. Нам очень важно дегероизировать подрастающие поколения, чтобы не рождалось поколение героев, которое сумело победить фашизм. Надо использовать все самые грязные способы разложения этого общества. Третье. Надо разжигать постоянный повсеместный национализм и религиозный экстремист и в опоре на них взорвать эту страну изнутри. И четвертое. Не овладев средствами массовой информации и не разрушив КПСС, эта программа, эта концепция нереализуема. Были созданы сотни лабораторий, море институтов, спецслужбы. Даже отдел, который сочинял для нас антисоветские анекдоты, эта огромная лавина обрушилась на нашу державу. И нас не взяли ни Баты, ни Наполеоны, ни фашисты, нас раздолбили великую и могучую советскую страну и Красную Армию антисоветизмом, русофобией и национализмом. Если мы из двух поражений, которые потерпела царская Россия и советская страна, не сделаем далеко идущие выводы, мы не справимся и с новыми вызовами. Надеяться на то, что американцы будут везти в информационном пространстве с нами достойно, могут абсолютно наивные люди. Ну, если хотите вернуться к нашей практике 90-х, лихих, все судили, и президент сто раз говорил об этом. Ну, поднимите и посмотрите, какая в их канале творилась во всем. Посмотрите фильм, поставленный американцами Ельцина, и увидите миллиарды долларов, которые сюда заканчивались. Когда скупались на корню все и вся, когда целая свора приехала специалистов помогать Чубайсу распродавать нашу собственность, и распродали ее меньше 3% реальной рыночной стоимости, оставив казну без денег, без стипендий, без пенсии, без зарплаты, без социальной помощи. Ну, мы это все помним, знаем, осудили, высказили. Более того, я вынужден был по ходу выборов 1996 года обобщать 46 спецопераций. Против нас провели под диктовку лучших американских специалистов, свои же доморощенные ухари, которые сидели на всех телеканалах и во многих реакциях. Против меня издавалась газета, не дай бог, нашими спецами в Финляндии тиражом 15 экземпляров, 15 миллионов экземпляров. Развозилась по всем ящикам и рассовывалась во все мозги и так далее. Сегодня мы возмущаемся и правильно возмущаемся и считаем, что надо принимать текстовые меры. Но когда мы стали возмущаться после того, как президент Мюнхене заявил, что у нас есть свои геополитические интересы, после того, когда он на Валдайском форуме сказал, что есть русский народ, есть высокая русская духовность и русский язык, без которого мы все не обойдемся, после того, как были созданы Брикс и Шосс, противовес НАТО и многое другое, после того, как мы заявили и услышали в послании президента, что нужны честные выборы, которым будут доверять граждане страны. Но, на мой взгляд, из всех этих посылов президента, исполнительная власть и средства информации не сделали далеко идущих выводов. Главное в политике реализм. Не желаем снова споткнуться от тот порог, на котором дважды в одном веке разбили лоб и разрушили державу. Надо понять, что у нас осталось на этом материке 2% от населения планеты. Нам принадлежит который раз, повторяю, 15% суши и 30% главных стратегических ресурсов. Половину нефти и газа истопили. Не случайно мы лезем в Арктику, не случайно там военные базы. Но у нас было 6 полков, которые прикрывали от Мурманска до Дудинки. Лучшие истребители МиГ-31 в мире прикрывали. Но их 10 лет на стапелях не было. Три года назад только мы снова добились, чтобы их поставили и закрыли нам Северо-Маломайский, где все было открыто и распахнуто. Мы должны прекрасно понимать, что в Америке сегодня родилось новое государство. Это государство в государстве. Они его назвали глубинным, но для меня лично нет ничего нового. Я выступал в их университетах, видел, что это такое, видел эту мафию жуткую и страшную. Еще и Зинхау рассказал, ничего нет страшнее нашего военного правовышленного комплекса. Не обузнаем, он нас тянет в мировую войну. Но посмотрите, что сделали с тем-то Кеннеди, когда он выступил в Американском университете и сказал, что СССР не надо воевать, надо развивать отношения. Его через 3 месяца убили. Что сделали с Никсоном, который подписал важнейшие договоры и развернулась целая серия обмена и учеными, и специалистами, и программами, и выставки. И это убрали. Что сейчас делают с Трампом? Смотри, кто объединился. И некоторые элиты из Голливуда и Шосса, и демократы, и клан самых предыдущих президентов. И целую группу сформировали такую мощную, которая валит того же Трампа и уже заговорили об импичменте. Хотя по американским законам это крайне сложно провести. Но мы должны прекрасно понимать, что эта глобалистская мафия, она сегодня держит за горло и все капиталы. Один процент владеет на планете богатством таким же, как все остальные 99. Поэтому они не отдадут просто это так. И сегодня, когда в Америке меняется геометрия политических сил, они включат любую информационную машину, не только террористическую, для того, чтобы сохранить свое господство. А тот мир, который они строили 50 лет, стал расползаться. И мы в этих условиях должны понимать, ведут войну на истреблении. Прежде всего, войну с нами. Но главная сегодня угроза для нас – это компрадорская олигархия. Она уже с осенью прошлого года приняла решение делать ставку на Навальщину. Она финансирует жуткую операцию, которая проводится у нас. Но если эта компрадорская олигархия вновь соединится в нашей стране с антисоветской истерией, которая продолжается сочиться со всех фильмов почти, даже «Тихий дон», ведь Шолохова никогда не был антикоммунистом, умудрились так поставить, что у него пахнет антисоветщиной. Я не хочу комментировать целый ряд других, но вы же это видите, вы же понимаете, что происходит. И если к этому еще добавится русофобская Навальщина, эта трехфазная бомба взорвет снова страну. И вы должны это прекрасно понимать. Если не видно, поезжайте на Украину, посмотрите на многострадальный Донбасс. Мы никак не выговорим то, что Донбасс надо признавать в том виде, как они приняли решение. И двигаться дальше к интеграции – это же могучий район. Мы создавали свою индустрию на основе Донбасса и Урала. Поэтому мы обязаны лишь принимать эти решения. Я очень хочу, чтобы сегодняшнее рассмотрение дало толчок к принятию исключительно важных решений. Главное в информации – содержание, а не билетристика вокруг формы ее применения. А пока идет вопрос – речь только вокруг билетристики.